Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат» и ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Сегодняшняя тема «Что происходит в долевом строительстве?» Итоги трех кварталов. Отдельным блоком «Малоэтажка». Сегодняшний гость студии «Фонтанка-офис» Руслан Юсупов, руководитель проекта «Дома фонтана». Руслан, добрый день! Добрый! Ну, начнем, как ни загадочно, с Москвы. В Москве впервые отмечено знаменательное событие «Предложение в Подмосковье уступает предложению в границах старой Москвы». Точные цифры приводить не буду, но вот такой вот факт. Подмосковье продают сейчас меньше, чем в самой Москве. Это означает, что столичные застройщики выставили более разумные ценники. Это означает, что покупатели столичного региона перестали предпочитать подмосковные городки и новостройки в полях, жилью в пределах Кольцевой, пусть оно и в полтора раза дороже. У нас такая же тенденция отмечается. И здесь мы можем уже опираться на более-менее точные цифры на данные Росреестра за 9 месяцев. Итак, что у нас получается по итогам трех кварталов? Петербург. 42 754 новых договора до Левки. Причем сентябрь был рекордным. 6 586 больше, чем за любой другой месяц после 2008 года. Ленобласть. 26 014 договоров. Общая сумма примерно такая же, как в прошлом году. За 9 месяцев 2016, за 9 месяцев 2017 разницы особой нет. Но в городе заключено на 2000 договоров больше, в области на 2000 договоров меньше. Руслан, в самом ли деле происходит перекос? В самом ли деле сейчас клиенты все чаще предпочитают бюджетные, окраинные, но городские новостройки? Да, безусловно. Ведь вот этот всплеск строительства в пригородных территориях, на территории Ленинградской области и Московской области, он же произошел, были сытые годы, действительно росли продажи, росли день от дня. Сейчас времена немножко другие, живем в такое непростое время, под давлением этих санкций, доходы у населения, конечно, стали падать. А при этом, что происходило в предыдущие годы, все больше и больше и больше проектов застройщики выводили, появились вот эти так называемые коты, когда там тысячи квартир просто выводились пулом в одном месте. Сейчас, с учетом того, что клиента стало меньше, а его действительно стало меньше, растет конкуренция. Застройщики бьются за каждый рубль, за каждого клиента. В этих условиях, безусловно, приходится строителям, застройщикам в Петербурге и в Москве снижать цену. То есть, если посмотреть динамику цен на первичную недвижимость за последние, не знаю, года три, видно, что цены не то, что не растут, они местами относительно просели. И, безусловно, в такой ситуации у клиента есть из чего выбрать. Зачем ему покупать где-то там в том же Мурино, когда можно купить, в общем-то, идентичное. Ну, может быть, чуть-чуть дороже, а местами можно уже найти и практически в ту же цену. В более понятной локации, в границах Санкт-Петербурга. Да, это будет, безусловно, там какие-то выселки, ну, взять ту же самую Каменку, да, тот же самый Парнас. Шушары. Шушары, да, это все Санкт-Петербург. Кулпино. Да, в Рыбацком большой проект у СПБ Реновации. И там цена, ну, если там можно найти у достаточно известных застройщиков проекты с ценой, которая, в общем-то, практически идентична тому, что в том же Мурино, Девяткино, Кудрово. Кудрово, причем, кстати, совсем не дешевая локация, да. Кудрово дороже, потому что, опять-таки, недалеко метро. Ну, то есть все понятно, как бы на рынке много предложений, а клиента стало меньше, поэтому... Ну, смотрите, давайте вернемся на полтакта назад. У нас, вот несколько лет назад были два обстоятельства, которые определяли рынок. Во-первых, у нас, ну, если говорить о Москве, в пределах старой Москвы вообще не было проектов эконом-класса. Там начиналось от комфорт-плюс и бизнес. В Петербурге в зоне действия метро тоже не было проектов эконом-класса. Эконом появлялся только на окраинах, куда метро не дотягивается. И то такие относительно были небольшие проекты. С одной, с другой стороны, у нас город уже начал завинчивать гайки в 2012-2013 году, вешать социалку на застройщиков. А область в этот же момент объявила программу социалка в обмен на налоги. И земля, переведенная сельхозка, по-прежнему была относительно недорога. Хотя тоже быстро росла в цене. Вот эти два фактора определили массовую миграцию застройщиков на более привлекательные поляны для бизнеса. Примерно так, да? Ну, да, именно так и было. И вот мы как раз недавно разговаривали с архитектурным критиком Марией Элькиной, автором Делового Петербурга. Мне было интересно, а чего вот в городах Европы, в Штатах, зеленый пояс вокруг города — это как раз-таки комфортный буржуазный пригород, как правило. А даунтаун постепенно становится прибирочами хипстеров, молодежи, богемы, небогатых слоев населения. А у нас зеленый пригород превращается в те же самые спальные кварталы просто нового формата, просто вообще без какого-то ни было внутренней социальной, культурной жизни, без мест приложения труда. У вас, если я не ошибаюсь, проект другого рода. У вас все-таки малоэтажка, то есть для зеленой зоны более органичная. Что за покупатель? Чем он отличается от городского? Что он хочет, вот этот покупатель, жилья в малоэтажке, в областной? Ну, что он хочет? Там немножко совсем другой уровень комфорта. Немножко совсем другой, это у вас такая хорошая оговорка. Да. Ну, пусть будет так. Вот. Ну, взять сейчас современный комплекс, я не знаю, новостройка, любая. Петербург, Москва. Сейчас формат, в общем-то, у них такой стал условно 20-квартир на этаже. Коридорная система. Коридорная система. И это ведь не только в области, действительно, и в городе такое жилье массово сейчас строится. Мне кажется, в таком доме, ну, крайне тяжело жить. И я сам просто помню, были такие проекты. 25-этажка, 25-квартир на этаже, 700 квартир, там больше 700 квартир в доме, и при этом 30 парковочных мест внизу. Вот представляете, в каком эти люди живут там в состоянии войны. Там не то, что добрососедские отношения, там бы не побивали бы друг друга, да? Вот, за это парковочное место. Всякое бывает. Вот. И я же сознательно уходил от этого, от такой недвижимости, потому что, ну, достаточно много его в свое время построил. Мне как-то, ну, некомфортно, мне неприятно. Люди не должны так жить, да? Малоэтажка там обеспечивает все-таки другой уровень комфорта. Там более низкая плотность. Ну, я не буду вас сравнивать с грандами, но моя любимая фраза Вячеслава Адамовича Заренкова, человек не должен жить в щели. Говорит Вячеслав Адамович, не строит студии своих проектов, принципиально. Ну, и правильно, наверное, делает. Но ведь не бывает бесплатных завтраков, не бывает бесплатного сыра. Если вы предлагаете малую этажку по близкой цене, то, значит, будут другие минусы, будет удаленность. Ваш проект это Щеглова, да? Да, безусловно, у него есть один большой жирный минус, это именно удаленность. Единственное, эту локацию, я когда выбирал место, где начинать строить эту малую этажку, я просмотрел много локаций, да? И чем все-таки пристила Щеглова, в отличие от многих других, идентичных, там все-таки несколько въездов-выездов. Можно в город всегда, я езжу с площадки, вот у меня каждый вторник планерка на площадке, я езжу туда и обратно. 35 минут я в офисе на Новочеркасском, по дороге жизни. Дорога жизни, в отличие от этого несчастного Колтушского шоссе, да, который идет через Янина, отличная, прямая, шикарная, скоростная дорога. И второй плюс в этой локации, все-таки многие местные жители, которые работают в Петербурге активно, пользуются электричкой. В Ленинградской области это очень сильно развито. Там две станции, две станции, до каждой из них идти от комплекса, там, ну, километра полтора примерно. И, ну, местные жители, многие, как метрополитеном этими электричками пользуются, они утром и вечером очень часто ездят. 35 минут, и ты на площади Ленина, практически центр города. Ты 35 минут, ты на финляндском вокзале у метро выходишь. Вот, это все-таки плюс второй, плюс этой территории в том, что, ведь, чтобы не было вот этой маятниковой миграции, которая происходит, люди должны где-то работать. И в Ленинградской области, вот если посмотреть, особенно, вот я смотрел южное направление, там есть прекрасный поселок, например, Горбунки. Очень уютный, ухоженный, зеленый, вот, ну, видно, такой благоустроенный. Но все население утром в едином порыве встает, садится на маршрутку и едет на метро ветеранов, потому что работать там негде. В Щеглово же там, это в Севоложск, это все-таки, там большая есть. Там до Севоложска сколько, два? Ну, там, они граничат в районе Мельничного ручья, там, ну, два километра, наверное, да. Там между ними есть большая территория промзона Кирпичный завод. Там не тяжелое производство, это современные предприятия, там, Хакапелита, Нокентайрес, да, вот, Форд производство автомобилей и так далее. То есть там есть, то есть я вижу, что вот тех, кто туда-сюда ездит, там, из города и в Щеглово, их не так много. Многие работают там, там есть чем заняться. Ну, тем не менее, вот мы недавно для жилищного форума считали уровень риска. И у нас получилось, что, ну, если брать больших застройщиков, на 10 проектов один неудачный с банкротством или, там, с большими проблемами. Если брать малоэтажку, на 10 проектов 4 застройщика с большими затяжками по срокам. То есть потерпевших там меньше, потому что сами комплексы маленькие. Но, в целом, проблемных объектов, доля проблемных объектов больше. И в вашем Щеглово, там есть традиция с просрочками, да, с иском о банкротстве. Там есть ЖК Азбука с иском о банкротстве, Константа. Там один застройщик, фактически. Ну, там еще есть Щегловская усадьба Навеса, там, по-моему, более-менее все там просто... Ну, там более-менее у них проблемы были какие-то с документами, а так-то, в принципе, дома построены. Да, дома построены, да. Вот, то есть эта локация не гарантирует, что все сложится. Почему в малоэтажке больше рисков? А что так получается? Объясню. Дело-то даже не в самой малоэтажке, дело не в этом. Дело в том, что в городе малоэтажных проектов практически нет. Здесь очень дорогая земля, все выжимают максимум... Коломяги ЭКО есть, ну, 4-5 стажей есть. Ну, это, не знаю, там, 2-3 дома. Это бизнес-класс. Это бизнес-класс, совсем другая история, да. Вот, то есть в городе их нет этих проектов. В области, там, по ряду причин, их, конечно, больше. Но дело в том, что Ленинградская область, в отличие от Санкт-Петербурга, это все-таки большая какая-то территория. Ее гораздо сложнее контролировать. Я вот, как сейчас помню, лет 5 назад была активная борьба стройнадзора питерского, да. То есть я как сейчас помню те времена, когда нас загоняли в этот 214-й ФСЗ, нас заставляли отказываться там от предварительных договоров, там штрафы, там нас стройки закрывались, что только не происходило. В области это все гораздо сложнее. Почему? Потому что на местах все-таки за всем этим смотрят, как правило, муниципалы. Ну, что такое муниципалы? Он там у себя на территории царь и бог, но по факту это, ну, условно, не хочу никого обидеть, но он там, не знаю, там 10 лет назад, может быть, коров пас в этом колхозе. То есть, ну, там уровень просто образования и знаний, он несколько иной, да. Причем он сам же выдал разрешение на строительство и сам же принял эксплуатацию. До 15-го года так и было. Да, именно так и было. И при этом, ну, как за ними всеми уследить? Вот стройнадзор, который есть, областной, да, но это вот структура, которая сидит вот здесь же. По-моему, да, на Зодчего Россия. Трехэтажки они в любом случае не контролируют. Они трехэтажки в любом случае не контролируют. И благодаря этому в Пеленинградской области, безусловно, расползается вот это количество проектов, которые начинают дилетанты. Ну, то есть, есть, сейчас, может быть, уже нет, но раньше было такое представление у многих дилетантов, кто не связан с этим бизнесом, что достаточно там, что застройщики гребут деньги лопатой. Достаточно там лопату воткнуть в землю, и на ней начнут цвести деньги. И, то есть, люди-то несознательно лезут, начинают эти проекты, несознательно пытаясь обмануть, да, они искренне, может быть, уверены, что они этот проект реализуют, заработают денег, у них все будет отлично. Но они лезут просто в то дело, в котором ничего не понимают, и, ну, вот результат. Это достаточно сложный, тяжелый бизнес. Черничная поляна, альпийская деревня. — Да, есть такая история. — И, к сожалению, вот такие проекты, они на слуху, пикеты всем видны, телевидение ездит, показывает, и к малой этажке складывается вполне понятное предубеждение уже массового клиента. У вас проект называется «Дом с фонтаном». Руслан, расскажите, пожалуйста, честно, вот на черта вам в Щеглово понадобился фонтан? Ну, это ж не Таврический дворец все-таки. — Понимаете, может быть, в этом Щеглово впервые будет что-то прекрасное и хорошее за последние 30 лет. — Не-не, там музыкальная школа есть, я знаю. — Музыкальная школа есть, да. Но у них нет фонтана, теперь будет. Не знаю, понимаете, когда рождался этот проект, хотелось, ну, чем-то выделиться. Все-таки это пилотный самостоятельный проект. Нужно было как-то выделиться, да. Как назвать проект? Вот, было несколько вариантов. Было, я помню, вот как сейчас до сих пор смешной. Он одно время даже чуть было не стал основным. Мьёль. Мьёль — это что-то, по-моему, с древнескандинавского означает «это чистый белый снег». Был этот вариант в итоге отвернут. Вот родился дом с фонтаном. Фонтан не так сложно сделать. И я, если посмотреть за последние пару лет, я не хочу сказать, что мы породили эту тенденцию, но сейчас, не знаю, очень много проектов в городе, где в качестве элемента благоустройства делают фонтан. Его не так сложно сделать, а действительно очень интересная и приятная вещь. — Вы знаете, не вы начали эту тенденцию, но просто вот дома, которые с чем-то, они, как правило, неудачные. Дом со слонами, дом с каминами, дом ещё с чем-то. Вот там как только претензиозность возникает. Как у вас продажи? И сколько вам надо продавать, чтобы не утонуть? Где нижняя граница? — Комфортные продажи, на самом деле, для реализации подобного проекта, это примерно 10 квартир в месяц. — Общий объём? — Ну, в месяц, да, общий. — И сколько всего у вас квартир? — 359. — И цена квадратного метра базовая? — Базовая там от 60, но с учётом там различных всяких программ, скидок, акций, стопроцентных оплат, в среднем получается цена сделки там 53-56. — Продаете вы, насколько я помню, больше года уже, да? Около года? — Чуть больше года. — Половину не продали ещё? — Чуть больше половины продали. — Половину продали. И вот теперь вопрос, который касается не только вас. Снижение ставок по ипотеке стимулирует спрос или этот резерв уже исчерпан, этот моторчик больше не работает? — Он ещё пока стимулирует, но при этом есть другая история с этими ставками по ипотеке. Вот чем характеризуется рынок последние пару лет? Он вот вместо какой-то стабильности, более-менее всем понятной, да, он вот такой вот скачкообразный. То есть то, как кто-то из риэлторов назвал, такое ощущение, как электричка приехала люди высыпались, да, из вагона. Электричка уехала, людей нет. Вот. Он стал такой хаотичный очень. И то всплеск там, не знаю, там, то вот падение там. И вот это происходит последние пару лет постоянно. Понятно, под конец года там цифры как-то средние выравниваются, да, но в течение года вот эти все прыжки получаются. — И от чего это зависит? — Это зависит... Вот очень много гадания. Мне кажется, вот у меня по ощущениям, каждый раз, когда начинаются вот опять какие-то заигрывания по телевизору, что ставка по ипотеке будет падать, начинается провал. — Давайте так, восстановим картинку этого года. Сбербанк говорит, ипотека 9,5. Все ура-ура побежали. Выступает Грем, говорит, ипотека будет 5%. Все говорят, давайте подождем. — Давайте подождем. — Да, давайте подождем, пока будет 5. Зачем бежать за 9,5? — Уже сейчас мы предлагаем ставку по ипотеке, у нас совместная программа со Сбербанком, 7,4%. В принципе, такая программа есть у большинства застройщиков, совместная со Сбербанком. Но к чему? Таких ставок по ипотеке не было никогда. То есть даже вот в те достаточно сытые годы не было таких ставок по ипотеке, были выше. И, судя по всему, тенденция к какому-то небольшому падению до сих пор еще продолжится. — Ну давайте, Руслан, будем честны, у нас не было никогда и трех лет, когда доходы граждан устойчивого падали бы на 1,5%. Так что тут одно на другое примерно. Насколько зависим успех или неуспех вашего проекта от того, что должен делать местный, областной и федеральный бюджет, от социалки и дорог? Насколько благополучно Щегловское поселение? Там какие-то памятники горят периодически. — Ну я вам расскажу, что там на самом деле происходит. Поселок, у него хорошие перспективы, поселок самодостаточный. То есть там, в принципе, для жизни есть все. Вот он небольшой, достаточно компактный. — Если вы согласны жить в поселке, то все есть. — Ну да, есть, конечно, минусы с транспортом. Но там есть школа, нормальная школа. Там есть детский сад, вполне себе нормальный детский сад. В школе есть резерв мест. В детском садике резерва нет, но там проблема — это Всеволожского района. Она повсеместная, просто самого Всеволожска без конца детей туда возят. Там есть музыкальная школа, что, в общем-то, есть не в каждом поселении в Ленинградской области. Как я уже говорил, там есть где работать. Вот. И такой вполне себе самодостаточный. С транспортной доступностью, вот я вот говорил, да, у нас выезд на дорогу жизни. — Кроме электричных маршрутки, видимо, еще, да? — Маршрутки прямой до Санкт-Петербурга нет. И с этим там идет какая-то возня бесконечная пару лет. Ну, бюрократическая. Когда-то она завершится, и будут прямые. Сейчас пока маршрутка идет во Всеволожск, а от Всеволожска там куча маршруток до Петербурга. Ну, конечно, местные в основном пользуются летящими. — Ваши покупатели — это жители области Петербурга, Всеволожска. В какой пропорции? Приезжие? — Вы знаете, достаточно много. Вот не сказать, что кого-то больше. Есть приезжие, да, но традиционно вот эти Мурманск, Северодвинск, Апатиты. Процентов 15, я бы сказал, да, вот эти регионы. — Ну, вот еще одна цифра, как раз из свежей статистики, у нас 14% договоров — это цессия. — Переуступки? — Да, переуступка. Доля переуступки около 14% в каждой шестой договор. — Да, достаточно много. — Ну, это, в принципе, и есть доля частных инвесторов. И, видимо, такая же доля примерно приходится и на приезжих. Тоже по разным оценкам — 12-15%. — Петербуржцев сколько? — Петербуржцев, я бы сказал, процентов, наверное, 35. Причем клиент, вот все-таки клиент этого года и клиент прошлого года, он немножко разный. Но вот его портрет. В прошлом году было очень много жителей в Северодске и Петербуржцев, как правило, молодые семьи. Ребята просто приходили, там, 26-32-33 года, как правило, это молодая семья с одним или с двумя детьми. Очень часто они приезжают в офис-продаж, там, один за ручку, второй еще в колясочке. Действительно, много молодежи. Это было очень приятно и удивительно. У нас комплекс еще семейный такой достаточно, если посмотреть квартирограмму. — Семейные-то студии мало? — Студии практически нет, их очень немного. И даже те, которые есть, они... Ну, вот что такое нарезка студий, да, вот современные многоэтажки? — По 24 метра. — И вот они... Их даже делают не в площади. Площадь, может быть, для студии достаточная. Они... Это длинный вытянутый вагон. В осях, как правило, там, 2,8, но максимум 3 метра. Это такая вот кишка для жизни совершенно неприятная. У нас немножко они другие, они квадратные. Они более грамотно позволяют расставить, ну, обустроить пространство. И в них просто элементарно приятнее находиться. Вот. Ты ноги... Сел на диван, ноги вытянул, ты ногами не упираешься в стену противоположную. — Вернемся к покупателям, да. Вот. И покупатель в этом году стал немножко другой. Вот в прошлом году было много молодежи, а в этом году больше, ну, людей, наверное, среднего возраста, постарше даже чуть-чуть. Очень много стало различных государственных этих программ, там, субсидий. И в Петербурге их очень много, там, всякое расселение, переселение, там, многодетные. Вот. — То есть петербургские субсидии позволяют покупать в области жилье, да? — Да, да, да. А поскольку субсидии государство считывает, исходя, там, из своего какого-то представления прекрасного и стоимости квадратного метра, им этих питерских субсидий, в общем-то, на покупку недвижимости в Петербурге не хватает. — Естественно. — Да, потому что, вот, Минстрой, там, считает, что квартира должна стоить, там, не знаю, 50 тысяч рублей квадратных метров и быть, там, в 300 метрах от Невского проспекта, вот. — Знаете, Руслан, есть такое положение, которое позволяет чиновникам покупать квартиры за счет субсидий государства. В этом случае они считают по рынку. — Да. — Они считают, ну, там, не 110, но сотку они считают. Вот если чиновник получает деньги, например, чтобы купить квартиру, он не по 50, а по 20. — Ну, есть, в общем, какие-то. — Это нормы, и в прошлом году нас всячески, вот, в Ленинградской области привлекали на тему, ну, совместная работа с СЖК, но там тоже они руководствуются цифрами, которые им спускают сверху с Москвы и с Минстроя, и там что-то получалось, стоимость квадратного метра, 36 тысяч рублей, по-моему, цена метра, и плюс 4 тысячи компенсирует бюджет на инфраструктуру. — Руслан, ну, ради бога, не связывайтесь с бюджетными деньгами. — Нет, 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 я посмотрел на все это, но это, ну, я не знаю, я тогда честно сказал, если посмотреть, вот, кто по этой программе работает в Ленинградской области, покажите мне хоть один проект, который был успешно доведен до конца. Вот этим все сказано. — Ну, это понятно. Просто как только речь заходит о бюджетных средствах, так сразу на горизонте возникают посадки, показательные растраты и прочие неприятности. — С государством самые отличные взаимоотношения, когда их никаких нет. — Ну, вот сейчас у нас основная тональность в эфире и в прессе, это массовый плач Ярославной. Как сказал крупный московский застройщик на совещании в Минстрое, зачем вы убиваете мой бизнес? Сказал он, глядя в глаза министру строительства Михаилу Меню. — У вас такое же отношение к тем реформам, которые нас ждут с 1 января и с 1 июля 2018 года? — Знаете, недели три уже с юристами анализируем. Вот у меня на столе лежит офис целый перечень, там на нескольких страницах всех этих нововведений. — А вам зачем? Вы же новый проект не собираетесь? — Почему собираюсь? — Собираюсь. — Примеривайтесь, понятно. — Этот проект идет к завершению, надо будет следующий запускать. Просто были планы запустить в этом году в Леновласти еще один, но просто рынок не позволяет. Я не вижу смысла никакого сейчас запускать. И планируют все-таки в Санкт-Петербурге, там немножко другая рентабельность. Вот, и все эти правки, если на них посмотреть, долевки уже фактически нет. По тем правилам, которые прописаны, работать невозможно. — Может, это и была конечная цель реформы? — Цель конечная, только мне кажется, понятно, с чем это связано. На носу там выборы президентские, проблема с дольщиками растет где-то дня, она же не решается. Если посмотреть, это масса этих дольщиков растет день ото дня. Причем при всех попытках властей как бы минимизировать это количество официально, да, у нас есть, грубо говоря, есть официальная часть, есть неофициальная, которые там по ряду причин не попадают под категорию там обманутый, недополучивший чего-то там дольщик. Понятно, раздражение федеральных властей — это проблема, и проще. Нет долевки — нет проблем, да, нет дольщиков. Вот, но к чему это приведет? — Также можно решить проблему с ДТП. — Да. — Упразднить автомобильное движение. — Да, 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 и это совершенно неправильно, и я считаю, это громадная ошибка. Проблема-то ведь в чем? Ну, вот взять, например, было вот это страхование, да, мы все два-два с половиной года прожили в рамках вот этого страхования. Каждый застройщик страховал каждый договор долевого участия, да. Просто недавно прозвучала сакральная фраза, даже, по-моему, в стенах Госдумы, что кто-то доложился, за два года страховщики собрали 40 миллиардов страховых взносов. Это деньги, полученные от застройщиков, это деньги дольщиков. То есть вот, грубо говоря, собрали. — А выплатили, по-моему, миллиард с чем-то, да? — Ничего не выплатили. — Нет, там было 14 случаев, я помню. — Да это ерунда какая-то. — То есть речь шла о цифре в 40 раз меньше. — Да, и, в общем-то, все и при этом официально с трибун говорится, ну, и не выплатят уже больше никому. Ну, закон был плохой, ну, вот страховщикам хорошо, 40 миллиардов собрали, все в крыше. — Это значит, что страховое лобби лучше организовано и более влиятельно, чем строительное. — Но это неправильно, когда, не знаю, с официальных трибун заявляется о том, что, ну да, 40 миллиардов собрали, ну, извините, закон был плохо написан, а где ответственность? Кто его писал, кто его утверждал, кто его принимал, кто его вносил? — Вот эти вопросы сейчас всерьез вычат, Руслан? — Нет, всерьез. Меня вот вызывает недоумение. — Поэтому вы не депутат? — Наверное. Вот, с другой стороны, взять сейчас... — А вот Ванчугов депутат, у него таких вопросов не возникало. — У него сейчас зато полно других вопросов. — У него сейчас другие вопросы, да, совершенно верно. — У него, у него, братья. — Ну, хорошо, а сейчас вы будете перечислять там на 1,2% фонд для дольщиков. — Да, да, а это тоже не поможет. — И что изменилось? — А ничего не изменится. Там, если внимательно почитать закон, как предыдущий не работал, так и этот не будет работать. — Ну, правильно. Он не для этого и создан, чтобы работать. — И главное, опять же-таки, те дольщики, ведь действительно, поистине проблемные дольщики, но они уже достаточно давно, да? — Мы с вами совершенно не о том говорим. — Ну, перестаньте вы называть это, пожалуйста, компенсационным фондом и не перестаньте упоминать дольщиков. Это налог. Еще один налог, который позволит собирать деньги уже не каким-то частным страховым компаниям, а непосредственно государством. — Ну, согласен. — Фонд создан в совершенно понятной юридической форме. То есть никто не думает, что оттуда будут большие деньги куда-то перечислять на проблемные стройки. Об этом речи нет. — Вопрос в другом. Если, а я склонен согласиться с тем, что долевка, вот, если этот закон будет введен и вступит в силу, как он сейчас написан, долевка закончится. Не вся, но постепенно вся. И застройщики перейдут на продажу готового жилья. — Вряд ли, это нереально. — Некоторая компания, почему нереально? — Понимаете? — Просто она будет дороже, его будет меньше, и все. — Ну, как сказать, вот... — Человек будет в рабстве у банка не 15 лет, а 35. — Да нет, это нереально. Знаете, у нас в городе был один застройщик, который пытался работать по этой схеме. — Ну, сейчас есть темп. — Темп. Он так не работает больше. — Перестал? — Перестал. Он переплевался лучкой, и... Ну, нереально. При нынешних странках... — Строительный трест некоторые свои корпуса сдает полностью готовыми и продает после этого. — Это может быть ряду застройщиков где-то коротковременно на небольшой площади будет позволительно. — А не, 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 но массово работать невозможно. — А вот нам нужно будет делать отчисления, а вот нам надо будет раз в квартал отправлять все отчетно, держать армию бухгалтера для этого. А если есть достаточно... — Когда ты небольшой застройщик и строишь какие-то небольшие относительно проекта, но и высокорентабельные, да, можно позволить... Ну, в принципе, вся элитка, верхняя планка бизнес-класса, она так и строится, ведь эту недвижимость никто на нуле не покупает. Ее покупают, как правило, после того, как застройщик ее практически построил. Но когда идет, мы же говорим о массовом жилье, вот эти все миллионы квадратных метров... — Это мы с вами говорим о массовом жилье. — Да, ну, поэтому нереально. — Почему нереально? — Нереально. — Мне кажется... — А на это господин Дракон велел сообщить, а посмотрите, например, города-героя Москвы. Вот там действительно начинается проблема, там сложность с издалевкой, возникает полугосударственное образование фонда реновации, которому 1,2% отчислять не надо, ПЗЗ соблюдать не надо, генплан соблюдать не надо, налоги, часть платить не надо, а можно строить и продавать все, что захочет. Вот и все. И будет массовая стройка у фонда реновации и у тех компаний, которые с ним успели договориться. — Знаете, есть вот в Гатчине такой федеральный проект, перинатальный центр, да? — Третий раз сдают. — Многострадальный, да? — Это тот случай, когда застройщиком выступило государство. Я считаю, государство... — Все равно на выходе получится автомат Калашникова, да? — Да, 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 да. Не самый эффективный участник процесса. — Это как оценивать эффективность? Если в миллионах метров, то возможно. А если в боковых финансовых... — Ну, мы все это проходили, знаете, как при советской власти, там на бумаге... — На трех сваях, да, условно, сдавали целыми кварталами. Потому что на бумаге надо отчитаться. — Танцы на граблях — это наш национальный вид спорта. Мы никому не уступим в этой дисциплине. Значит, я согласен с вами, что государство в качестве заказчика необычайно неэффективно. Можно посмотреть хоть наш любимый стадион, хоть космодром «Восточный», хоть любой крупный проект. Далевка все-таки будет поставлена в такие неудобные и тесные рамки. Единственное, что меня, так сказать, радует, это то, что уже пошла схема примерного банкротства. Один застройщик, один проект, он сдает и банкротится немедленно. Без всяких компенсаций. — Да, да, да. — Вообще никаких проблем. — Вообще никаких проблем. Ну, посмотрим, как это будет на практике. Причем квартиры дольщикам отданы, просто там с платежами не заладилось. — Ну, да, да. — Или неустойки возникли. Что ваши юристы говорят? Какой для себя вариант вы выбираете на будущие проекты? — Я пока вижу только одно возвращение к старой, немножко забытой схеме ЖСК, жилищно-строительных кооперативов. — Пока ее окончательно не прикрыли? — Пока ее не прикрыли. Я думаю, ее пока сильно не трогают. Почему? Потому что государство оперирует всегда официальными цифрами. Для них пайщики — это не дольщики. То есть пайщик — это в статистику не попадает. И у нас все спокойно. Можете хоть обмитинговаться до потери пульса. — Смотри, проект «Силы природы». — Да, да. — Будет происходить банкротство кооператива, там 2,5 тысячи пайщиков. Я буду наблюдать за этой корридой с трибуны. Это очень интересно. — Мне кажется, многие застройщики вернутся, по крайней мере, может быть, не на всех проектах, но где-то вернутся к этой схеме ЖСК. — Руслан, если многие вернутся, то ее тут же прикроют. Что ж такое? — Ну... — Такие деньги мимо фонда компенсируют. — А, кстати, кооперативам тоже надо отчислять 1-2% или нет? — По-моему, нет. Не буду урать. — Вот ведь как получается. Объем застройки в области будет сокращаться? Ваш прогноз? — Да. А сейчас никто. Я считаю, это надо быть самоубийцей, чтобы сейчас в Ленинградской области начинать очередной какой-то крупный проект. — То есть локальные возможности. Небольшие, локальные, в хороших местах, как такой нишевый продукт, им место есть, но они не дают каких-то особых цифр там в статистике, да? А больших проектов, я считаю, никто начинать не будет. Завершить, типа, начатое. — Вот об этом хотел спросить. Будут ли завершены те, которые начаты, миллионники? — А это уже не остановить. Туда очень большие вливания, ведь в инфраструктуру были, в дорожную, в сетевую. — Ну, хорошо, ЛСР в Ржевку уже закачало, большие очень деньги еще толком не начали строить. — Почему? Я вот достаточно, ну, я, конечно, там уже давно не приезжал, но где-то с полгода назад у них там активно эти коробки расходят. — Будет сбыт? Найдут? — Ну, такой застройщик, как ЛСР, всегда найдет, куда сбыть эти квартиры. Продаст их, не знаю, там, городу под социальные нужды, да? — Городу Дальпетерстрой продаст. — Уже продал? — Да, уже продал. — За ЛСР переживать не надо, это один из редких тех застройщиков, один из крупнейших застройщиков в стране, многопрофильный холдинг, они найдут, что с этими, у них достаточно сильное лобби, ресурсов много. — Может, они и останутся на рынке, они или на спецмудах Дальпетерстрой? — Дальпетерстрой вряд ли в таких условиях. — Не согласен, у них сейчас бюджетные квартиры куплены, по крайней мере, это они достроят. — Ну да, да. — Кто же их отпустит, не достроивши? — Мне, конечно, больше нравятся нишевые, разнообразные, небольшие проекты со своей какой-то особенностью. Ну, ладно, там, в Мистелово у RBI были ошибки достаточно серьезные, но проект в целом симпатичный получился. — Проект хороший получился. — У Нависа симпатичная архитектурка получается в Шотландии. — У вас, мне нравится то, что выходит этот вот двор-каре, да, это приятно, и, наверное, жить там будет неплохо. И если будет больше разных проектов для конечного потребителя, в конечном итоге это гораздо лучше, чем большой государственный холдинг и очередные черемушки, пускай даже четыре этажа. — Спасибо, Руслан, спасибо за оптимизм. Напомню, в студии «Фонтанка офис» был Руслан Юсупов, руководитель проекта «Дом с фонтаном», Дмитрий Синочкин, ведущий программы «Квадрат». До встречи через неделю, всего доброго.